В Туле состоялся фестиваль Автострада. Он собрал ценителей раритетных машин и редкой техники. Посетители смогли увидеть ралли исторических автомобилей, выставку Луазов и соревнования тюнингованных машин с подробностями Софьи Кириллова. Первый день 13-го международного фестиваля Автострада был посвящен выставке раритетных и новейших автомобилей. А вот во второй посетители смогли увидеть все машины в действии. Особое внимание, как обычно, привлекло ралли исторических автомобилей. Участники его приехали практически изо всех уголков России. Некоторые с семьями. Все трясется. Первый раз участвуем, первый раз в Туле. Ощущение масса. Очень надеемся на победу. Всего в ралли участвовала 41 машина. Помимо ретроавтомобилей в программе фестиваля были представлены самые разнообразные машины. Представлены и ретроавтомобили, и тюнингованные автомобили. Сегодня проходят соревнования по автозвуку и по автослалому. По автослалому на этой площадке будут они каскадеры. Выступает в очень насыщенный фестиваль. Он не уменьшается в один день, как раньше. Теперь это два дня фестиваля. Большой интерес вызвала площадка, на которой были представлены автомобили Луцкого автозавода. Луазы, в том числе военные образцы, пользовались большой популярностью не только у ценителей марки, но и у детей. Здесь на выставке мы представляем четыре автомобиля. В первую очередь это два автомобиля УАЗ-967М. Это автомобили-транспортеры переднего края, амфибии. Один автомобиль полностью восстановленный. И для контраста мы привезли автомобиль, который совершенно недавно мы нашли в гараже в Московской области. Некоторым счастливчикам удалось даже прокатиться на раритетных автомобилях. Фестиваль продлился до позднего вечера. София Кириллова, Игорь Щепотев, Тульская служба новостей.